Как правильно заточить сверло под нужным углом, с затыловочкой, под определенный материал? Эта тема всегда актуальна. Ее постоянно мусолят в интернете. И реально тот, кто занимается металлообработкой. Например, как у меня есть небольшое количество сверл, которыми я постоянно пользуюсь, которые я постоянно затачиваю, для того, чтобы выполнить определенный вид работ. Высверливание отверстий под резьбу, рассверловка малого отверстия под больший диаметр. И так можно продолжать дальше и дальше. Будь вы домашний мастер, занимаетесь ремонтом автомобилей, занимаетесь строительством, или опять же, как я, металлообработкой, есть сверла, которые нужно точить. Просверлив несколько отверстий, оно обязательно затупится. А вот заточить его правильно не каждый сможет. И заточить его идеально практически невозможно. И вот, ребят, для того, чтобы правильно, а самое главное, качественно затачивать сверла, я приобрел себе классный станок для заточки сверл. Паптек МР13А. Кстати, ребят, привет всем. Этот станок я уже попробовал в работе. Он точит сверла просто идеально. Вручную так никогда не заточишь сверло. И сегодня чуть-чуть я хочу поговорить об этой модели станка. Распаковку я решил не показывать. Сразу скажу, упакован он был очень хорошо. Плотные картонные коробки, которая была помещена еще в деревянный ящик. То есть, все очень надежно. Сам станок я приобретал у поставщика Моссклад. Заказав станочек, на третий день он уже был у меня. Сейчас мы, друзья, быстренько пробежимся по его техническим характеристикам, по комплектации и подтестим его, проверим его в работе. Заточим несколько сверл. Так что не переключайтесь, садитесь поудобней. А я начинаю. Поехали. А в комплектацию к этому станку у нас входит сетевой шнур, инструкция по эксплуатации на русском языке, вот такой вот шестигранник на 5 мм, цанги ER20 от 3 до 13 мм, которые я уже расставил по своим местам, вот такой вот патрон, куда устанавливаются цанги, и сбоку, если открыть защиту, вот такой вот заточной круг, кубический нитрит бора, для заточки сверл из быстрорежущей стали. По техническим характеристикам, станок для заточки сверл PAPTEC MR13A имеет исполнение настольный. Скорость вращения заточного круга 4400 оборотов в минуту. Мощность электродвигателя 120 Вт. Работает он от сети 220 Вольт. Спиральные сверла, которые можно точить на этом станочке, варьируются от 3 мм до 13 мм. Хотя, если иметь 14 и 15 цангу, можно заточить сверло диаметром и на 14 и даже на 15 мм. Я думаю, может быть и в дальнейшем я приобрету цанги под сверла диаметром на 14 и 15 мм. По габаритам станок компактный и имеет размеры длина 275 мм, ширина 135 мм и высота 125 мм. А вес его 9 кг. Сейчас мы с вами рассмотрим органы управления этого станка. Как выставляется сверло, как устанавливается цанга, патрон, как происходит затачивание сверла, угол при вершине и, соответственно, затыловка. Я не буду объяснять какими-то научными фразами, а просто покажу, как им пользоваться. Итак, смотрите, друзья, для того, чтобы нам заточить сверло, нам нужно в патрон установить цангу под нужный диаметр сверла. В эту цангу вставить сверло, не зажимая его, и со сверлом вместе установить позиционер. Под нужный диаметр сверла выбрать нужную настройку, например, 11 мм. Правильно спозиционировать сверло, зажать ответную часть на патроне, чтобы сверло не проворачивалось. Здесь вот настроить угол заточки при вершине. Настраивается он от 90 градусов до 140 градусов. Шестигранником, который шел в комплекте, расслабляем винт, настраиваем нужный нам градус, затягиваем его, вставляем патрон со сверлом, точим сначала одну сторону, потом другую. Здесь мы точим угол при вершине. А вот сейчас, где просто установлен патрон, здесь происходит заточка заднего угла, затыловка. Не знаю, как получилось, я вам рассказал, но лучше всего перейти от теории практики и показать этот станок в действии, что и как происходит. И постараюсь я это сделать более или менее подробнее. Сейчас я подберу какое-нибудь сверло, и мы заточим его с вами. Сверло я могу подобрать от 3 до 13 мм. Ну вот, например, вот это вот сверло. Диаметр его 8 с копейками миллиметров. Сейчас мы его попробуем заточить, и как раз таки я вам покажу весь процесс его заточки. А для того, чтобы нам лучше было видно, подкрасим сверло. Диаметр сверла 8 мм, выбираем под него цангу. Например, вот от 8 до 9. Берем вот эту вот цангу, проверяем. Отлично. Берем патрон, откручиваем его, устанавливаем вот сюда вот цангу. Все, цанга установлена. Закручиваем, но не сильно. Вставляем сверло в цангу. Оно должно быть вот так вот свободно. Закрываем крышку, чтобы она не мешалась нам. И прежде чем патрон со сверлом вставить в позиционер, настраиваем на диаметр сверла 8 мм, которую мы будем затачивать. 8 мм. Вставляем патрон со сверлом. Упираем сверло по часовой стрелке, режущей кромкой, вот так вот. Уперли. И затягиваем ответную часть патрона. До такой степени, пока сверло у нас перестанет проворачиваться. Проверяем. Сверло не проворачивается. Теперь против часовой стрелки чуть-чуть проворачиваем. И вытаскиваем. Все, сверло готово у нас к заточке. Угол при вершине затачиваем вот тут вот. А для этого нам нужно будет настроить, под каким углом мы будем затачивать сверло. Как я и говорил ранее, сверло можно затачивать на этом станочке от 90 до 140 градусов. У меня сейчас установлено 120 градусов. Все сверла я точу в основном под угол 120 градусов. Обратите внимание, на патроне, который держит сверло, имеются две лыски. То есть, вставляем вот сюда. Сначала точим одну сторону с проворотом, потом переворачиваем и точим вторую сторону с проворотом. Так же и здесь, когда будем точить затыловку. Задний угол. Сначала вставляем лысками и точим одну сторону. Для этого тут два штифтика. И потом вторую сторону. Все, включаем станок и точим. Точим одну и другую сторону до тех пор, пока не прекратится звук. Все, звука нет. Значит, одна сторона заточилась. Смотрим. Теперь вторую сторону. Звучит музыка. Звучит музыка. Просто идеально. Теперь задний угол. Затыловку. Также сначала одну сторону. Вот так вот чуть-чуть подкручивая. Пока не пройдет звук. На теперь вторую сторону. Звучит музыка. Выключаем станок и смотрим. Но вручную так никогда не заточить. Угол при вершине. И затыловка. Просто идеально. А самое главное, сразу вам скажу, сверло не нужно охлаждать. Как обычно мы на наждаке точим и потом в водичку. Здесь установлен, как вы видели, вентилятор. Сверло точится и сразу охлаждается. Идеально. Ну а помимо всего прочего, на этом станке можно заточить, например, сломанное сверло. Сломали сверло, обровняли его болгаркой и точим на этом станке. Вот сломанное сверло было обровнено болгаркой. И сейчас мы его с вами заточим. Диаметр сверла 11 мм. Подбираем цангу. 10-11. Отлично. Диаметр сверла 11 мм. Значит устанавливаем 11 мм. Затянули ответную часть патрона по часовой стрелке. Проворачиваем и вытаскиваем. Все, теперь можно точить сверло. Включаем станок и погнали. Теперь точим задний угол, затыловку. Ну вот, ребят, смотрите. Было сломанное сверло. А теперь идеально заточенное сверло. Вне кадра я заточил еще одно сверло. И все три сверла просто идеально. Друзья, я очень доволен своим приобретением. Точить сверло он просто супер. И как я, наверное, уже 10 раз говорил, вручную на наждаке так сверло не заточить. Так что это реальный помощник в моей мастерской. Станок для заточки сверл Паптек МР-13А. Советую к приобретению. И ссылочки я обязательно оставлю в описании под видео. Ну а на сегодня у меня все. И надолго я с вами не прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok